Ну что, друзья, всем еще раз привет. Коротенькая пауза, мы уже вновь в прямом эфире. Продолжаем смотреть дальше за противостоянием Elements Pro Gaming и Hallraisers. Счет серии 1-0 в пользу Elements. И, собственно, вторая карта стартует прямо сейчас. Прежде у микрофона под укладом Альстром. Ну и драфты. Драфты, драфты уже пошли вовсю. Висп на ФЛП от Elements Pro Gaming. Да, его банили в прошлой игре. Вот только не помню, кто его банил. По-моему, вы банили как раз сами элементы. То есть, не захотели они отдавать Виспа. Но в ответ получают того самого Дума, который немало проблем доставил. На самом деле, я думаю, что вот, да, Дум хорошо зашел. Мы увидели все его стороны. Это все, конечно, замечательно. Но по факту там не в этом-то вся проблема была у Hellraisers. А вот как раз-таки в не очень хорошем тимплей. Но здесь вообще отдали жесткую связку Тинни-Висп. Ну, тяжело уже будет Ашером, если эта связка будет работать. То Тинни сам по себе хорош в этом патче. Даже без Виспа. С Виспом он гораздо круче. Ну да, сильная-сильная дабла, действительно. Против которой обычно стараются конкретно брать героев, которые будут с ними совладать. Да, это и суборты, соответствующие, типа Disruptor, Code of Beach Doctor. Это и керри, там тоже какие-то условные, которые быстро будут вырубать. Либо Виспа, либо Тинни. В общем, что-то конкретное против этой связки брать не нужно. Пока Hellraisers более чем стандартный начал. Действительно, Doom Dazzle. Герой, который просто довольно сильный на своих ролях. Ну и посмотрим, что во второй стадии придумает Трич Кодем. Кодем. Ну вот, пока решили избавиться от Абаддона. Это было бы очень интересно, если бы ЕПГ взяли себе еще этого самого Абаддона в пик. Не думаю, что бы это вообще произошло. Ну, просто вот под тенденцией, под давлением текущей меты, опять же, взять последний саммит, который прошел там, да, в Лос-Анджелесе. Там, откуда ни возьмись, в матчах 5-6 был Doom, исполнение американских и не только команд. Точнее, был Абаддон. Исполнение американских и не только команд. Вот, то есть, его не было на мейджоре, например. Но вот, кто-то периодически его вытаскивает и в рамках какого-то турнира он появляется. Тут Hellraisers почему-то решили от него избавиться. Странно, почему. Ну, ладно, вот, забирайте Вичдоктора, в общем-то, об этом мы и говорили, то, что тут конкретный супорт против Веспотини. А это Энж Топорейшн, который также неплох против Дума и Тасла. Да и, в принципе, Вичдоктора тоже. Ну, пока пики вроде довольно логичные получаются. Да, как-то слишком круто заходит аппарат здесь. Прямо 3 хила отключает разом. Ну, если попадет, конечно. Ну, в любом случае, неплохо. Забирают ВРочку. Неплохо это против Тинников, Виспов работает, потому что армора у них не так много. И в целом рейндж-герой хороший. И постоять может вначале здорово. Но все-таки пока что Тинни Висп, мне кажется, прям грозный такой силой. Посмотрим, что еще добавят. Еще у нас, получается, не хватает, ну, Кэри Ашером. Все-таки Дум, наверное, такой, Хардлей. Думаю, да. Думаю, да. То есть ВР-ка у нас станет на мид-позицию. То есть нужен будет Кэри. Кэри. Ну, вот очень напрашивается, конечно, в пик такой героя типа Слардара, который может одновременно и затанчить, и при этом как-то с физухой довольно серьезно помочь. Ну, Слардар в бане. Потому что Слардара-заменителя кого-то нужно будет подыскать. Наверное. Может, Думу при этом поставить Кэри. Может, Поплэйнер подобрать. Вообще, просто и ВР-ка, и Дум такие герои, они довольно универсальные. На всех ролях практически в корах могут побыть. В мид, и оффлейн, и Кэри. Хорошо, поглядим. А, ВР-ка, ВР-ка от Элемент Про Гейминг. Герой на лёгкую. В Рейс Кинг, точнее, да. Нужно будет оффлейнера этой команде добрать. Минус ЕС. Интересный банн Шейкера. Не совсем понятно, почему именно его решили подбанить Ашер. Ну, вроде как у них только один милишник. И в целом Шейкер заходит не так круто. Может быть, просто потому что это Йоку на оффлейне. И он и есть это бьёт. И он может. Ну, может быть. Может быть. Мы берём, показываем, как то, что на этом есть оффлейне поиграть. Вообще, пока суперплотный пик у Элементов. Прям такой вообще мегаплотный. И Ашеры. Ну, вот Вингу забанили Элемент. Не знаю, насколько она хорошо. У Бруда. Да, в итоге у нас получается скорее даже какой-то Кэри Дум и Бруда. Ну, не важно, кто из них где. Сейчас важно, кто из них куда скорее. На какую линию пойдёт. А кто получится по факту Кэри, кто хардлейнер, это такое. Но в любом случае получается, что с руки бьёт чуть ли не одна только Верка. Ну, потому что Бруда это так себе боец с руки. Всё-таки она больше такие партизанские войны ведёт. Дум он тоже в основном кастует. А Верка наносит именно дэмэш хороший. Если мы посмотрим на Элемент, то у них два Кэри прямо жёстких, которые рубят с руки очень мощно. Да, действительно. Плюс супертолстых. Именно так физухи действительно будет маловато, конкретно против Рейс Кинга. Но единственное, за счёт чего могут Хэлл Рейзер здесь выигрывать, это за счёт хорошо проведённой стадии лейнинга. Потому что конкретно против Брутмазера, например, на оффлейн героев нет. А как сражаться против Паучков, чем и срезать, чем контрить Бруду, тоже непонятно. Возможно, вот эту проблему будут решать ЕПГ уже последним пиком. Ну там, условно, как-то ставить против Бруды одного героя и там Рейс Кинга отправлять сложно. Ну вот Элемент Спаргейминг решили взять Магмуса себе ещё. Но это ещё усиливает их пик, это ещё усиливает возможности Тинни и Рейс Кинга нанесением урона. Плюс ко всему это опять же персонаж для за месяц 5 на 5 замечательный. Ну а по-прежнему вот против Бруды конкретно стоять будет очень сложно. Непонятно, как вообще справляться с ним. Ну, типа да. Замаксить Эмпауэр и разбивать щи. Ого! Вот это, вот это контра. Не, ну вообще... Неплохо? Неплохо, ты зашёл. Попробуйте, ребят, в пабликах такую комбинацию. Подожди, Эмпауэр плюс ещё Чилинг Тач накидывать и Рейс Кинг будет лупить. То есть нужно нам придумать, чтобы Магнус и аппарат были на линии. Ну типа да, вон. Может сработать. Ну что, давай пробежимся по героям. Скрин на Аппарейшене. Иллидан на Тиннике, Кингер на Веспе, Йоку на Магнусе и Генерал на Рейс Кинге. Получается так. А, вот так. Подожди, стоп, Генерал на Рейс Кинге. Отлично, отлично придумано. Окей, ладно, давайте пойдёмся по ашерам тогда, товарищ Бурдмазер. Ну, вы видите, какой у них нигнейм. Андершок будет играть на Вич Докторе. Афони на медовой ВР-очке. Годдэм Суппорт Дазл. Ну и на лёгкой будет стоять у нас и бах на Думе. Вроде так получается. Мы так и не выяснили, кто такой Джеби Уилова. Он такой вот, как бы, вроде и матный, но с другой стороны, там ведь ни одного такого сочетания нет, которое нельзя сказать в эфире. Ну, вообще, да. Или я не прав. Ну, звучит ужасно просто. Ну, то есть... Ну, понимаешь, какие-то вот у нас шва испорченного из СГ зрителя. Не, мне просто интересно, кто это? Ну, не Шачло ли это? Шачло все-таки, да, Шачло. Точно, точно. Ты же кибертурист, всем известный кибертурист. Так, и на руне битва. Драка за батон не состоялась. Забирает в итоге Тинни к руну богатства. Я думал, Висп возьмёт. А, ну, у Виспа тут не фастботл даже близко. У Виспа тут закуп антибруда. Да, закуп-то может быть прям вообще 4 до 100 купить себе, да, и кучу вардов, зентришников накупить там в первых минутах. Но какой смысл, если всё равно бруду при этом не убьёте? Ну, то есть я не вижу никаких опций, как эту бруду прогонять здесь. Ну, единственный там вариант, это отспамливать способностями Тинни. Там, давать Эволен, Шатос нон-стоп, пытаться при этом подцепив пучков. Но, опять же, если же Ачло затрот бруды, то он просто пучков не подставит, и рано или поздно он съест Виспа и Тинни. Ну, тут, конечно, всё зависит от уровня владения этим героем. Пока, естественно, будет стоять, пока будет просто получать экспириенс. Есть у него два тангусика, будет чужие тангусики тоже скушивать. Ну, вот так вот они взяли, ты видел, да? Ещё ещё быстро. Быстро, да. Среагировал, в общем-то, и всё-другой. Посмотришь, нику съели. Но, тем не менее, для бруду это плюс, потому что Вижены не осталось по итогу. Чё-то скрин тут ошибся, по-моему, нифигово. Зашёл куда-то прямо в пачку крипов, получил две каски, и очень легко его забрали. Спасибо, говорит генерал, помог. Хорошая даба получилась в итоге. Ну, челинг-тач снова повесили. Ну, вообще, это полный трэш, это дабла. Опарейшенная ВК в миде, я такого не видел никогда. А это как раз-таки следствие пика бруды. То есть им нужно было что-то конкретное менять. Они решили, что из всех героев, что у них получился в драфте, лучше всего будет стоять Тинни с виспом. В итоге, поразмыслив, они решили поставить рискингаз с оперейшеном в мид. Ну, и вот в итоге получают то, что должны получать. Довольно больно. Да, тут и скрин, и, боже мой, как же им больно в миде, их сейчас убьют. Пауэршот будет? Нет, нет, не будет. В итоге, ну, можно сказать, что это ошибка драфтера, потому что он забанил Вингу последним баном. Ты думал, что, мол, сейчас Винга-то какая неприятная, и даже не подумал про Бродмазер. Вот, а, в принципе, других таких героев тяжело найти, которые бы, ну, были настолько неприятны. Да, и в итоге вот что происходит с ВК. Вы просто посмотрите на это. Пык, пык, пык. Нафонин, ой, да ладно, Нафонин ошибся по варшотам последним. Не сделал изи фраг себе в соло. Он мог просто руками добить, мне кажется, если бы бежал за ним. Поставились не захотел. Думал, что так красиво закончить эту комбинацию, а так, в итоге, не очень-то и получилось. Ну, в любом случае, конечно, это не отменяет того факта, что у нас есть большие проблемы, что он ничего не может. Придется как-то пережить элемент с про гейминг, стадио ленинга, и потом уже за счет, в принципе-то, неплохого драфта выигрывать за место 5 на 5. Ну, не знаю, может, Тинни Висплицо как-то разобьют. В том, Броди? Всем. Ну, всем вообще. Ну, реально всем. Но на миде, оппорейшн и ВК, они просто никак кучи против этой даблания, не могут ничего. Ну, ладно, оппорейшн и еще саппорт. Но все равно на каких-то отводах он бы побольше имел. Вот сейчас делают стаки, опять же, но для кого непонятно. Может, разве что для Тинника с Магнусом они там вдвоем будут эти стаки забирать. Но Магнусу тоже на нижней линии не очень просто. Тут Doom фрифармит. То есть, три линии стоят довольно-таки неплохо. Это мид, прежде всего. Это верхняя линия. Ой, это нижняя линия. И верхняя линия стоит более-менее. Бруда здесь что-то хотя бы подъедает. Ей нормально. Если же мы посмотрим на команду Элементс, то у них верхняя линия стоит более-менее. Мид у них вообще никак не стоит. И нижняя линия тоже у них терпит очень сильно. То есть, у Магнуса тут мало чего удается сделать. Все именно так. Ну вот, то есть, держки, держки, опять же, драфта. Вообще, очень интересно. То есть, вот увидел прекрасно товарищ Скрин. Вот такой драфт. Вот такой расклад на последний пик. И взял себе Магнуса. Ну, то есть, понятное дело, что он усиляет тем самым довольно серьезно Тинни, да, и Рейс Кинга. Что они потом где-то там на мид-гейме будут раздавать. Но конкретно можно было даже условно ту же Легионку поставить на легкую линию. И проблем никаких не имеется. Ну, вот что такое. Просто Рейс Кинга идет и умирает. Под своим тавером. Без проблем. Да. Нормальные тут сказки. Интересная особенность. Они всегда так работают, что они в героев всегда отскакивают в третий раз. Ну, это же типа есть такой приоритет. Вот, и в текущем патче даже и у ВР-ки на Шиклашот тоже приоритет на связке героев. Нежели там чего-то. Крипов или чего-то. Ой, какая ошибка. Какая ошибка. А Дазл, он наступил на вард и скрин его добивает. Да, хорошо здесь сыграл скрин. Хоть что-то ему дается сделать. Но да, все-таки приоритет. Вот я об этом как раз спрашивал. Есть ли у него... Ну, видимо, есть. Иначе это было бы суперневезение. В любом случае, для ВК все становится только хуже на этом лайне. Вот. Напомни мне, пожалуйста, Магнуса они пикнули после Бруда? Они последнего пика Магнуса забрались. А, то есть последнего. Ну да, тогда действительно удивительно. То есть у вас вроде как... Ну, если вам остается соло-герой, можно взять какого-то Брюмастера, Тайда. Ну, в общем, вариантов масса. Сын Кинг. Да, конечно, против Бруда и Легионка стоит. Конечно. Они неспокойно один на один стоят. Вот. А тут вот как-то Бруду вообще проигнорировали. Ну, может быть, как-то скрин в курсе, что Шачло не в суперзатронном Бруде. И он не боится. Дума не слезу снизу на Магнуса. Бьют его руками по-прежнему. Ну, Шоквейв... А жить, жить, но нет. Нет, у меня там уже здесь. Ну, тут с большим запасом он, то есть, только кастанул. Земля закончилась, правда, у Дума. Так бы он и без Шоквейва прогрыз. Но все равно, хорошо получилось. Хороший фраг. 3-1 становится счет. Дум все сильнее стоит снизу. И Магнусу здесь теперь уже особо не подойти. Каждый Дум его будут убивать. Там Дум под землей. Он тебя догоняет. Тебе никуда не уйти. И ставят внезапно Рейс Кинга. Да, вот, кстати говоря, а что бы Рейс Кинга-то изначально было не поставить, а Магнус бы терпел на миде, откидывался Шоквейвами. Все-таки для Магнуса это более приятное, как бы. Я думаю, что HR бы сделали соответствующие выводы и также бы сменились линиями. Ну, то есть, задача-то контрить Рейс Кинга, она по-прежнему остается. И если Дум с этой задачей сейчас справляться не будет, опять ситуация ВР как раз-напросто уйдет. То есть, тут как ни крути, а всегда HR-ы смогут поставить такие линии, чтобы они убивали просто элементы. Я вот жду просто того момента, когда Бруда начнет здесь хозяйничать. То есть, ну да, Тинни вроде все, а больше-то ничего и не могем. Даем прокасты, Амэвалендж, и стоим, терпим, смотрим, как Бруда фармит линию. Задача уже не из простых. Ну, вот сейчас еще и Даззл потягивается, а можно скомбинировать. Паучками накинуться и дать подхил, это же будет очень больно. Шеклшот не сам удачный, но вот он подхил, смотри, как виспат сгрызает. Просто на во, а Шадоу Вейва. Я, к сожалению, не увидел, потому что он умер где-то в воздухе. Ну да, да, там, ну, сам факт Шадоу Вейва, конечно. Так, и теперь Шеридан в кайте, шекл через крипа. Ну, Афонин, конечно, сдавный затрот на VR-ке. Было постоянно замечено за ним, что на этом герое играет хорошо. Если не считать тот момент с Тинником, когда он не попал, то в остальном, да, стоит очень круто. Ну что, и теперь, то есть, та вероятность, которая была, что Тинни всем раздаст вместе с виспом, она тоже уже несколько теряет свою актуальность, потому что Тинни принимают вместе с виспом. И аутов остается все меньше и меньше. И вообще-то, честно говоря, даже непонятно какие. Потому что три крипстата топовые. Тинни, пусть и имеет чуть больше крипов, но его начинают месить. И я думаю, что его еще могут продолжить здесь вполне месить. Значит, так и будет. Почки должны окружить аккуратненько, тоже за контроль. И подхил на пол-хп, да? Подхил, причем второго уровня только. Будет третьего, там можно сразу ливать. Начинают подъедать, висп должен спасать. Так вот, сейчас эйв тп, просветили, надо убивать, есть тост. Тут почему-то дазлы вешается. Ну хорошо, дазлы забрали. И бродус, скорее всего, тоже должны будут убивать. Да, и будут убивать. Ну, здесь неплох сыгранный эллидант. Очень даже неплохо. Ищем пучков зафармить, зафармить пучков, пучков, пучков. Ну уже. Сентришник поставили. Ну да, ну пока, в общем-то, на топе там отвоевали свою линию Тинни. Вместе с виспом и с аппаратом, что пришедшим снизу. В очередной раз умирает у нас кто-то. На этот раз, да, умирает Рейс Кинг, вот Рок Тума. Ну и здесь и Бах своей сдачей справляется. 2-0-0 с линии. Фейзлип. А кто без ульта убил даже? То есть просто, видимо, с Вичдоктором вдвоем. Ага. Так, у нас там снизу небольшая стычка, повержет. Ой, да ладно. Аппарат таки погибает, пучки догрызли. Ну вот только остался один здесь суппорт и сразу же был убит наказом. Ну, многого, прямо скажем, вот этого даблкилла Толидана не дает. То есть, да, если колдоти не зарабатывать, то прежнему сложно. Не отменяет того факта, что он сейчас придет на линию и будет умерать. С ним это будет происходить бесконечно. Нужно, опять же, очень много сюда смещений, нужны сейф-тпшки, нужны подключения уже Магнуса. Ну а какие подключения от Магнуса, если он в очередной раз умирает? Сапог. Подключение на Магнуса. Да, это вообще денег нету, парни. У него на Творце третье снизу. Чуть лучше, чем у Суппорт. И то у него не всех. Битва с Пауками тем временем. Бруда живет, ее просветили, но смогла уйти. Тинни, конечно, неплохо подфармливает, но у него и крипстат, поэтому такой большой во многом. А на миде умирает оппарейшн. Вряд ли ему здесь дадут уйти. Да, очень много дэмэджа. В итоге аппарат еще отваливается еще раз. И вышка минус. Умиляет немножко самоуверенность скрин, о том, что там Магнус вроде умер довольно просто от трех героев. А аппарат подумал, что против четырех справится. Пошел на мид и итоге отдался. И Магнус опять приходит, так слушаю, что-то ТП делает. Добро добивать надо. Казалось бы, залетает у нас Магнус. РП у него, МП хватает, но некого пока вкастовать. Ой, да ладно, что-то от Манка завязал, но все в разные стороны. В итоге Туму только одного реверсполирует и нужно убивать Тума. Тум. Стики провязал, но все равно погиб. И это для Эльдана еще один килл. Ну а теперь фарты раскидывали. Да, но вот нам его не отместить. У него стики есть. На то, чтобы хватало на реинкарнацию. Шекл неудачный. Каски отлетают. Стики въюзает. И там. Реинкарнацию только ему сбивают. Такой необычный момент. Никто никого даже не зацепил вот этот радиус реинкарнации. Замедление. Ну, разменяли в итоге Дума на Веспа. Неплохо. Правда, опять же, многим пришлось сюда стянуться. Потратили часть ресурсов. И все-таки это ответ хороший. Сейчас вот можно нехилый камбэк сделать. Учитывая, что отстают они довольно-таки серьезно. Ой-ой, Эльдан застрял. Взял себе блинк. Эльдан, Эльдан. И Андершок просто Десвордом наказывает. И смотри, куда он наказывает за ошибку. Ай-яй-яй, Эльдан, Эльдан. Как так? Бывает. Я сегодня видел на сайте Virtus.pro рейтинг топ-5 кэри СНГ. Ты видел? Нет, а что там? Там Эльдан был на первом месте. То есть он самый лучший? Мне кажется, да. По мнению Virtus.pro, да? А я не знаю, чей это был рейтинг. То есть там чей-то авторский или какой-то. Но по-любому же он должен на чем-то основываться. Либо на чем-то мнении, либо на какой-то статистике. Но мне кажется, на чем бы он ни был основан. Просто можно неплохую сделать какую-нибудь там гифку. Так, нападение на ВК тем временем. Ну, здесь ВК приезжает. В общем, гифку на тему того, что типа с одной стороны Эльдан топ-1, а потом вот этот момент с Миньком и Десвордом. Ну, знаешь, по-моему, наибольший резонанс вызовет гифка, где, по мнению Virtus.pro это будет топ-1 и СНГ керри. И при этом информация о том, что его кикнули из команды. Немножко непонятно, почему тогда. Да, ну я вот сразу не стал уточнять по этому. Почему же мнение там, я, честно говоря, не прочитал. Вот. У меня на самом деле другой был вопрос. А у меня был вопрос, а есть ли вообще в СНГ 5 керри? И я понял, что их реально, ну, вот, наверное, 5. Может быть, там, плюс-минус 2 еще, конечно. Но, как оказалось, что да, пятерых найти можно. Ну, вообще, да. Ну, типа, брать известный СНГ команд, да, это Vega, Virtus.pro, Empire, и к ним добирать, ну, вот, условно, HR, кто там у нас еще, вот, к облака команда. Вот тут даже можно вызвать тоже керри. Ну, да. Ну, просто вот, например, заголовок, там, 5 топовых керри Америки, и такое точно не прокатит, потому что, ну, откуда, как бы, боже, Ильдан опять запрыгнул на горку, но на этот раз он убил бруду. Ты знаешь, вот здесь я с тобой не соглашусь, потому что там можно только из одной команды YG 3 керри выделить. Сумаил, Артизий, Фир. Не, ну, Фир, Фир, все, уже, саппорт. Да, ну, когда играл, то тоже топовый был. Как ни крути. Да, наверное. Вообще-то, кроме ИГ, конечно, там выделить. А Южной Америки? Южной Америки. Африки. Подожди, там перуанцы есть. Там есть товарищ Ацель и, как его там, и Катара Харама, как Хаям Аль-Харам. Это уже такое, ребятки. Ну, вообще, да, конечно, сложнее им надо. С тобой соглашусь. Так, а у нас там Хеллрайзер все временем доминирует на карте. Ну, в принципе, это и не мудрено. После такого ленинга у них все должно быть замечательно. Единственное, что им осталось как-то подкрепить свое давление. Ну, может быть, выиграть хороший 7-5 на 5, убить Рошана. Какой-то чудо-ганг в исполнении скрина. И вообще не понимаешь, что это такое. Аппарат выходит гангать пятерых. Скрин. Сначала думают, что это иллюзия, но потом понимают, что это настоящий, так как он кастуется пылы. Но очень странно. Что они вообще, кого они хотели найти? Магнус без блинка? То есть он даже, если кого-то увидит, ну, быстро, тяжеловато как-то найти. Ну, этот вот скрин на суппортах, это, знаешь, это отвага с тонкой гранью безумия, наверное, да? Потому что, ну, вот он вроде играет очень всегда остро, старается какую-то активность навязать на карте. Но иногда вообще бездомно это происходит, как сейчас. Куда вот первый аппарат выходит на пятерых? Не знаю. Да, причем есть Тинни Висп, понятно, что на самом деле их там как бы четверо, если хороший ганг получится. Но вопрос, как правило, в том, чтобы подцепить. Но вот аппарат же он никак никого не подцепит. Кого бы он не увидел, непонятно, куда Тинни Висп улетит. Чего вообще-то... У него есть ультимейт, который кастуется чем дальше, тем лучше, ты понимаешь, насколько веронично. А он идет первым кулфитам замораживать. Странный, в общем, момент, но сейчас будет битва за вышку, судя по всему. Тинни Висп готовы, ультимейт Даззл сконстован, фортификейшн, пауки уворачиваются от всего, чего только можно. Ну и что? Видимо, не буду драться. Или Магнус поедет все-таки? Давай. Не, не решился. Не захотел пока. Ну, Магнус уехать без блинка не хочет. Вообще, у них на команду за 15 минут единственный хороший артефакт это блинкдагер. Есть на Тинни, и все. Блинкдагер, но не на том герой, на котором хотелось бы. Там либо нужен на Магнус, либо на ВК скорее, чем на Тинни. Тинни, он и так как бы с Виспом прилетает, но ему, кстати, сейчас очень больно сделают. Релокейт, Висп, ввозит Элидар, но Висп, конечно, вернется, помрет, но своего керри засейвил. Так вот, что мы получаем? Мы получаем то, что у Ашеров очень много уже хороших хайтомов есть. То есть они довольно плотные герои, уже у Владмиру дома, барабана есть, опять же, на коллектив неплохо влияет. Есть Орхид у Броды. Что-то, что-то тебе нравится. Керенгер Мансид, да, прикольно. Его не мог бы реально убить. Гренат потеет. Ну нет, все. Увы. Но выиграл нормально времени, в этот момент забрали скрина. И, кстати говоря... Раскинга тоже. Да, я хотел сказать, что как он круто выиграл время, но они-то в одной команде, на самом деле. Сейчас заберут еще ВК, и Тинни тут тоже приходит. Но ВК, кстати, выживает. Нет, все-таки паучки его догрызают. Грейв на Бруду, Бруда бегает, просветок нет. У Тинни сейчас наугад может попробовать как-то ее забрать. Да ладно, Бруда опять выживает. Боже, тос потрачен. Ну давай, 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 покажи, Магнус. Ну вот, чуйку, чуйку давай свою керевскую. Ну, дай что-нибудь уже. Нет, не дала. В итоге Бруда просто-напросто выживает. Да, в итоге, короче, убили троих. Ну, из ВК выбили ультимейт, но так как он еще не 11, это 6 минут. Подожди, а 6 или 4 минуты. Ну, неважно, все равно это очень много. Это очень много времени для того, чтобы убить его еще раз. Ну и как-то все пока печально. Агоним на Верке. Владмир есть у Дума. Уже, наверное, минут 5 у него как есть, но он до сих пор его не принес. Курьер терем заим был. Да, сейчас просто. Дайте Куру. Ну, дайте Куру. Ну, освободите, хватит себе по танка таскать от этого стандартных фаблики. Ну, и на Рошан заходит. Тут подогоним, конечно, и по дабл дэмэджам, что самое важное. Афонин будет Рошану очень быстро разбирать. И вроде бы элемент даже всем свои виды показывает, что хотят подраться. Ну, зашел скрин, скрин просто от Орхида погибает, судя по всему. Магнус пытается как-то помочь. Такая себе помочь. Отдает куда-то ульта предсмертная. Очень далеко. А, он не смог выбросить ее на Рошану, потому что ему дали сайленс. Активировать не смог. Верка бежит. Магнус кидает волну. Ну, и в итоге отдали еще раз скрин. Скрин, а сколько там уже у скрина? 1.6. Неплохо. Агрессор? Спейс Крейтер? Как там он так называет? Фидер? Ну, так тоже можно. Ну, в общем, вы все поняли, вы все видели, что самое главное. Ладно. Скрин у нас веселый парень. Он тут недавно высказал свое мнение по поводу того, что саммит оказывается в турнир, где команды под пивко катают. Так что надо скринут оказывать всем, что... Поехав на лам, будет играть очень круто. Ну, надо на ланочку какой-нибудь отобраться хотя бы раз. Умирает Иринни Малитан, ставится в Десвард, погибает. Там без байбека, 44 секунды в таверне будет сидеть. Ну, знаешь, это такой, я не могу сказать, что это какой-то лестный отзыв. Но я не могу сказать, что в то же время, что он какой-то оскорбительный. Ну, понимаешь, когда мы там были, да, и мы видели, когда игроки после поражения выходят друг на друга, кричат, насколько нервы там, да, эмоции на высоком уровне. И там точно нельзя сказать о том, что там под пивко катают на расслабончике, что-то такого. Все максимально собраны, все максимально рассчитывают на результат. Когда ФНГ вышел после поражения в гранд-финале, просто никакой, там, ну, понятное дело, очень обидно было проиграть. Он явно не с улыбкой выходил о том, что там, ну и ладно. А что это вообще было за заявление такое? Ну, может, почитать. Он там вся в паблике написал. Надо будет почитать. Не, ну, скажем так, в любом случае, это не Вукор организатором турнира. Ну, то Вукор больше команда была. Да, я понял. Поэтому и вопрос довольно острый. Если честно, мне кажется, что к таким турнирам можно отнести, в принципе, в той или иной степени любой турнир, не касающийся, наверное, четырех в году. Ну, как бы, мейджоров. Мейджор-интернешнл, да? И интернешнл. Ну, для этого, собственно говоря, не есть. Да, тут Иллидану у нас забирают. Верка что-то беспощадно как-то. Ой, как больно. Еще одну тычку и убьет его. Там уже минус армора натикало миллион. Давай, тычечку. Да, это мастер. Ой, Шекл, если бы дал безпадку забору моих. Каски. Ну, тут, конечно, да. От касок не уходишь. Никак. Это пивко. Это пивко, да. Афония. Расфигачил. Минус три очередные. Ну, вот так же, абсолютно так же, как в первой карте, элементы практически прошлись по головам Ашер. Так же Ашер и вторая карта проходят по головам элементы. Давят, выиграв просто Таддио Ленинга и без абсолютно каких-либо шансов на камбэк. Если честно, я даже в этой карте той самой Залубки ты в реализации не увидел от элементов. То есть не было вырыва от Аута Магнуса, заходом Рейстинга в драку с Тинником. Как-то все вообще без замеса практически получается. То есть просто погибают элементы. Ну да, очень неудачно начали. И пока что этой команде... Ну, видимо, не все так у них еще хорошо. То есть может быть и пик такой, но нет у них какой-то прямо возможности зарекавериться, как только идет что-то не так. И у тех, и у других мы как-то видим такое легкое уныние, что-то, не знаю, как еще назвать. Бам, давай, Тума, пробивайте. Магнус залетел и под Сайленс ведь залетел. Как же играет Шачло. О, не дал ничего сделать, таки Тинни падает. Вынужден Магнус уходить далеко под свой Тир-4. Большие проблемы у Рейстинга. Пока вроде жив есть Реинкарнация, но падают бараки, падает Тир-3. Возможно, даже отойдут сейчас ХР. Нет, фокус Фаер и продолжает месить барак. Да, еще будем отходить. У них очень много хила, если не ульт-опарейшн, то им вообще ничего бояться. Падает ВК в тот момент, когда залетает ульт-опарейшн, можно профокусить Дума. Но Дум не под ультой-опарейшн, он сейчас может просто включить землю и побежать. Да, он убегает, ВР-к размансовывает. ГГ просто. ГГ. Вот он, вот он, вот он, хорошо, отлично, но поздно. Уже не работает. Ну, если считать, что игра закончилась в тот момент, когда написали ГГ, то, в общем-то, ни одного РП мы от Магнуса и не увидели. Это уже было сразу после Гудгейма. Но такой, в общем, тяжелый лайнинг был у Элеменс, не смогли они никак выправить. Ну и вторая игра у нас еще закончилась быстрее, чем первая. Вот здесь вот точно нечего сказать абсолютно. То есть проиграли все линии, поставили очень тяжелые линии и не смогли никак вообще зарекавериться, только фидели. И это привело к тому, что 20 минут длилась игра. Да. Ну что ж, ладно, будем рассчитывать, что третья карта у нас все-таки будет такой, более-менее, ну, как сказать, что равноценной, что для обеих команд, чтобы были у нас какие-то перевороты и так далее. Потому что пока все слишком однобоко получается. Хотя команда интересная играет, в всяком случае весело, что уже хорошо для вечернего просмотра матчей по дотке. Ладно, ребят, мы прервемся на коротенькую паузу. Третья решающая карта, противостояния этих двух команд, у нас случится где-то через минуты 3-4, поэтому никуда не убегайте. Параллельно можете посматривать, как ребята из Vega Squadron справляются с командой Stick на канале azobu.tv. slash mdl, нижняя подчеркнула меру hub2. Ну и через 5 минуточек возвращайтесь сюда, мы будем смотреть третью карту.